Ло Райдер С это готовый клап-стайл байк от Харли Дэвидсон. Один из основных атрибутов стиля руль Т-бар, высота которого подбирается индивидуально. При подборе Т-бара нужно учитывать то, что чем выше руль, тем ближе он к райдеру. Стандартный руль и по стилю, и по посадке низковат. Мы выбрали прямой цельный Т-бар 12 дюймов LA Choppers в нержавеющем исполнении. Это классический руль, который подходит под рост райдера в районе 180 сантиметров. На крузере Харли Дэвидсон провода пультов проложены в руле. Чтобы их отключить, необходимо снимать бак, так как он перекрывает доступ к коннекторам с левой стороны рамы. Трос сцепления я отключу в месте регулировки, потому что менять буду только верхнюю часть. Тормозную жидкость приходится сливать, чтобы заменить тормозной шланг на более длинный. Теперь руль можно снять со всеми органами управления. Стоковый руль разбирается очень легко, благодаря открытой проводке, которая идет между стоек, и большому овальному отверстию, через которое продеваются даже коннекторы. Левая грипса приклеена. Снять ее без повреждения не всегда возможно. В новый руль коннекторы не поместятся, поэтому их нужно распиновать или отрезать. С левым проводом я также продену провод пульта пневмоамортизатора Легенд, установку которого смотрите в отдельном видео. Вместо оригинальных поворотников установлю миниатюрные сертифицированные диодные, которые уже нарастил через муфты. LA Choppers внутри руля сделали вот такие небольшие отверстия, которые очень сильно затрудняют прокладку проводов. Особенно с правой стороны, из-за толстого провода электронного газа. Для прокладки я использовал капельницу. Она достаточно прочная и гибкая, и хорошо задает направление. С правой стороны решил прокладывать провода газа и пульта в оригинальных оплетках, и это было непросто. Если толстую оплетку газа заменить на термоусадку, толщина косы уменьшится, и прокладка будет проще. Слева, несмотря на дополнительный провод пневмо, прокладка далась легче. Далее желательно накинуть руль и все элементы, чтобы точнее определить нужную длину проводов и убедиться, что все встало хорошо. Правый пульт спереди упирается в утолщение на руле и не встает до упора, из-за чего у ручки газа слишком большой люфт. Я сделаю выборку под выступ, чтобы люфт был минимальным. Для нового руля необходимо нарастить провода, а также использовать более длинный трос цепления и тормозной шланг. На наш взгляд, самый простой и компактный способ удлинить провода – это нарастить через муфты. Готовые дополнительные секции с коннекторами – быстрое, но непрактичное решение, потому что коннекторы слишком объемные, плохо помещаются в рукава и могут оказаться в видимой зоне или в месте изгиба. Удобный способ защитить и собрать провода – обернуть их в змеиную кожу. С новым рулем необходимо использовать жесткие полиуретановые втулки, потому что стандартные резиновые слишком мягкие. Высокий руль с ними будет люфтить. Для удаления фиксатора резьбы существует специальная гайка. Шпильки сажаются на фиксатор и вкручиваются так, чтобы хватало резьбы на фиксационную гайку с учетом толщины траверсы. Перепутать коннекторы при подключении невозможно. Каждая сторона площадки соответствует одному пульту. Две косы в змеиной коже плотно поместились в резиновую кожу и частично ушли в раму. Провод пульта пневмы я проложу вдоль рамы. Далее я подключу трос сцепления. Регулировка троса сцепления выставляется автоматически растяжением пружины. Свободный ход рычага должен быть около 3 мм. Новый удлиненный тормозной шланг я сделаю из компонентов HELL. HELL – ведущий производитель армированных тормозных линий. Фитинги из нержавеющей стали можно гнуть под любым углом. Шланги очень гибкие, стойкие к агрессивной среде и экстремальным температурам. Для LORIDER-S используется фитинг под болт 7,16 с дюймовой резьбой, а нижнее соединение – М10 с метрической резьбой. Фитинги обжимаются в радиальном прессе и их можно проворачивать после опрессовки благодаря надежному тройному уплотнению в тефлоновой жиле. Это позволяет снять напряжение на скручивание при установке. Важно точно задать направление нижним фитингом, чтобы шланг не терся от раверсу при повороте руля вправо. При затяжке банджо-болтов фитинги необходимо придерживать рукой. Бак устанавливается в обратном порядке. Левую грипсу я посажу на наждачку. Это достаточно надежное решение, которое позволяет без повреждений снять ее при замене. С новым рулем корпус выпрямился, посадка стала комфортной и естественной. Высокий упор сидения Saddleman Step Up дополнительно снижает нагрузку на руки и поясницу при ускорениях и на скорости. Т-бар в нержавеющем исполнении не только классно выглядит, но и практичнее рулей с покрытием. Благодаря толстым сваренным трубам, скрытой проводке и компактным поворотникам руль выделяется и отлично сочетается с выпуском SNS Super Street, установку и настройку которого смотрите в отдельном видео. Приобрести и установить компоненты ведущих брендов на мотоциклы Harley-Davidson можно в нашем мото-магазине Stantex. Подробные статьи о всех модификациях этого мотоцикла есть в нашем журнале Stantex.ru Субтитры создавал DimaTorzok